Постотпускной синдром – это не вымысел, а устоявшийся психологический термин. Некоторые специалисты разработали даже так называемое правило отпускного капитала. Оно гласит, что восстановление после отдыха занимает от 3 до 10 дней. И главное правило в это время – плавность и поэтапность. Если вы возвращаетесь из-за рубежа, оставьте себе запас из 2-3 дней отпуска для акклиматизации. Не бросайтесь сразу же делать все накопившиеся дела. Лучше начните с планирования или наведения порядка на рабочем месте. И еще одна небольшая хитрость от психологов – не начинайте постотпускные будни с понедельника. В притык отпуск нежелательно брать, чтобы вы приехали и тут же вам на следующий день на работу. Хорошо бы успеть все, что вы запланировали. Потому что если что-то вы не успели, это будет тянуть в последующем. Есть исследования, которые доказали, что действительно в понедельник люди не очень активны. И середина недели – действительно благоприятное время для каких-то начинаний. Важная деталь – не только внутренний настрой, но и питание. Ведь правильно подобранный рацион поможет как скинуть лишний вес после All-Inclusive, так и избавиться от апатии. По возвращению домой, я думаю, что нужно возвращаться в привычный режим питания, который обычно был. То есть это прием, там, трех-четырехразовый прием пищи с интервалами не менее двух с половиной часов, не более четырех часов. Нужен акцент сделать на витамины, микроэлементы, то есть которые содержатся у нас в основном – это овощи, фрукты, рыба, омега-3 жирные кислоты обязательно нужно. И самое главное перед выходом – вспомните, за что вы любите свою работу. Подумайте о приятных моментах и любимых коллегах. Так вы вспомните вдохновиться на новые свершения и вернуться к своим обязанностям будет намного легче. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.